Христианская кончина Смерть Авраама в книге «Бытие» в 25 главе. «Дни жизни Авраамовой, которой он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости добрый, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». Вот это насыщение жизни, когда человек не держится за нее, потому что он уже сыт, потому что он все, что Бог от него ждал, сотворил. И он уже готов уйти к Господу. Вот это и есть добрая старость, когда страсти угасли в человеке, и все его устремления уже там. Если говорить о том, что такое христианская кончина живота нашего, то она в этом прошении расшифровывается. Безболезненная, непостыдная, мирная. Безболезненная. Понятно, мы все боимся предсмертных болезней, этих страданий. Мы боимся причинить тяжелое неудобство родственникам, потому что иногда, допустим, дочери приходится уйти с работы, только потому что не с кем оставить лежащую больную мать, у которой образовывается пролежнее. Вот мы просим о том, чтобы Господь нам это смягчил и дал нам уйти без тяжелых болей. Это нормальная просьба. Мы об этом молимся и просим. Непостыдная значит, что мы не превращаемся в неуправляемого, смешного человека, за которого стыдно. То есть мы не впадаем в маразм старческий. Мы просим, чтобы у нас не было вот этой старческой деменции. Потому что когда она появляется, то в человеке вылезают страсти. И страсти в старике или в старухе, которые, может быть, и изменительны, и понятны в молодом человеке или в средовеке, они совершенно, конечно, позорны. И когда Соломон говорит о тех вещах, которые ненавидит душа его, и перечисляет похотливого старика, он говорит именно об этом. Что-то в организме человека ломается, он не может уже сдерживать то, что раньше он сдерживал, хотя бы из стыда окружающих людей. И появляются вот какие-то такие вещи горькие, очень тяжелые, как, допустим, мания преследования, когда вдруг начинает казаться, что родственник, с которым ты прожил почти всю жизнь, он объявляется, что он хочет убить этого старика или старуху. И это настолько больно всем и тяжело. Или человек начинает просто уходить, включать газ, теряется на улице. Вот чтобы всего этого не было, чтобы разум был чист, мы и просим у Господа непостыдные кончины живота нашего. А самое главное, конечно, что кончина живота нашего должна быть с обурованием, исповедью и причастием святых христовых тайн. Вот это и есть христианская встреча смерти через принятие в себя тела крови христовых с надеждой на слова Христа из Евангелия Теана «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребываете я в нем, и я воскрешу его в последний день». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...